Рыбку не съесть. Пограничники берут браконьеров из КНДР на мушку. Происшествия. Регионы 16 декабря 8.26. Рыбку не съесть. Пограничники берут браконьеров из КНДР на мушку. Северокорейским рыбакам жестко запретили нелегальный вылов вплоть до огня на поражение. Виктор Сакирко. Комментариев просмотров 2914. На фото – сотрудник рыбоохраны во время заполнения протокола по изъятию браконьерских рыболовных сетей. Фото – Юрий Смитюк, ТАСС. Вполне закономерный результат Россия уведомила КНДР, что не выдаст им квоты на рыболовство до решения проблем с браконьерством. А проблема более чем серьезная сотни судов ведут незаконный промысел в исключительной экономической морской зоне России на Дальнем Востоке. В браконьерском списке многочисленные суда и суденышки из Северной Кореи, которым не так-то и далеко заплыть в российские воды, чтобы поживиться. Попросту грабят. Черпают из чужой плошки сетями, неводами, тралами. Действуют нагло и напористо, хозяйничают, будто у себя дома. И огрызаются на законные требования российских пограничников убраться во свояся, зачастую с применением силы. Осень 2019 года выдалась необычайно урожайной для наших погранцов в Приморье. Только в сентябре здесь было задержано 570 граждан КНДР, которые вели незаконный рыболовный промысел. Это выглядело как настоящая атака на российские территориальные воды. Десятки рыболовных фельдюк прорывались буквально с боем. Самый памятный эпизод произошел с 17 вопросительный знак 18 сентября, когда в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море в районе банки Кита и Мата, северокорейские браконьеры оказали вооруженное сопротивление пограничным досмотровым группам. Четверо пограничников получили ранения разной степени тяжести. Был ранен и скончался один из иностранных рыбаков. Читайте также. Принципах корректности на какое-то время было забыто. Браконьеров брали с боем, клали на палубу под стволами автоматов и лишь затем проводили досмотр. Четверо раненых пограничников давали повод на такие действия. Северокорейцы вроде как пыл сопротивления поумерили, но количество браконьеров из этой страны здесь нисколько не уменьшилось. По сообщениям погранслужбы, задержание браконьерских судов с принадлежностью КНДР проходит регулярно. Можно вспомнить ситуацию с японскими браконьерами, которые в начале 2000-х в буквальном смысле слова терроризировали российские территориальные воды. Тоже шли на пролом и игнорировали требования пограничников. Дошло до первой крови в августе 2006 года, впервые за полвека, пограничный инцидент между Россией и Японией закончился гибелью нарушителя. Тогда японская рыболовецкая ашхуна Кисинмару-31 вышла на промысел краба вблизи острова Танфильева, входящего в Малую Курильскую гряду. В Японии ее называют Хабама и считают своей незаконно оккупированной территорией. На радио запросы судна не отвечала, проигнорированы были и сигнальные ракеты по курсу движения шхуны. Был открыт предупредительный огонь из автоматов по кормовой части судна. При досмотре выяснилось, что один из членов экипажа был смертельно ранен в голову. Скандал был достаточно громким на уровне МИД двух стран, с взаимными претензиями и обвинениями, но имел политическую подоплеку, в том числе и по вопросу принадлежности Курил. Тем не менее, браконьерский промысел японских судов в российских территориальных водах тогда резко сократился. Инциденты были, но уже не в прежних масштабах. Изменились и отношения при задержаниях японских браконьеров. Со стороны самих японцев Когда в феврале нынешнего года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали в акватории японского моря рыболовную шхуну Нашинамару-68, порт приписки Идзума, Япония, в трюмах которой было обнаружено 7,5 тонны живого краба, капитан судна извинился и даже поклонился российским пограничникам. 57 тысяч крабов, стоимостью более 39 миллионов рублей, были выпущены в море. Вроде как все остались довольны. Нарушители задержали и припроводили для разбирательства в один из российских портов. Пограничники тоже совершили поклон браконьеров. После внесения штрафа, отпустили. С предупреждением о недопущении дальнейшего незаконного промысла. Браконьеры из КНДР стали сейчас основной проблемой на Дальнем Востоке для российской погранслужбы, говорит военно-морской эксперт-капитан 1-рангев Виктор Щербина. Северокорейцы вездесуще, они действуют большими группами на маломерных судах, так называемых мотоботах, что-то типа катеров, которые трудно обнаружить и догнать. Они выходят в море десятками, на свой страх и риск, попадают в критические ситуации во время шторма или из-за частой поломки двигателей. Порой пограничникам их приходится не только задерживать, но и банально спасать, как терпящих бедствия. Ситуация усугубляется еще и тем, что северокорейцы не могут выловить желаемое количество рыбы в своих водах, где улов сейчас достаточно скудный, поэтому вынуждены смещаться на север. У берегов Японии им откровенно не рады, там и своих рыбаков хватает, конкурентов не пускают. Корейцы ради добычи идут на риск, нарушают российскую границу и занимаются незаконным промыслом морепродуктов. На противодействие погранслужбы реагируют крайне негативно, вступают в конфликтные ситуации и даже пытаются оказать сопротивление. Это связано с тем, что они опасаются конфискации судов, которые являются собственностью государства Северной Кореи, и им грозит ответственность за утрату имущества. При этом лишь шесть рыболовных шхун оказались под арестом из числа тех, экипажи которых оказывали сопротивление пограничникам. Остальных, после мер административного воздействия в виде штрафов и предупреждений, отпустили. Минимальными сроками ареста, в два месяца, ограничились и организаторы противодействия пограничникам. Стоит вспомнить, что Россия является главным поставщиком гуманитарной помощи Северной Кореи, в которой, по данным ООН, в 2019 году 40% населения столкнулись с проблемой нехватки еды. Москва израсходовала на эти цели около 4 миллионов долларов, в том числе и на поставку зерна. Как получилось, что Севастополь в свинстве утонула бы длившись за четверть века незалежности, город русских моряков продолжает бытовой беспредел. Сейчас Россия поставила КНДР жесткие требования по решению проблем с браконьерством этой страны вплоть до запрета на выдачу квот на рыболовство. «Мы говорим жестко, пока вы не наведете порядок со своим браконьерством, никаких квотах речи быть не может. Мы вместе с вами должны создать серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства совместно и делать все для того, чтобы это не повторялось», заявил чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацигора. «Это такой ультиматум Москвы Пхеньяну, вызванный вышедшей за берега ситуации». Северную Корею сейчас достаточно трудно назвать стратегическим партнером для России, при том, что поддержка Пхеньяну со стороны Москвы продолжается, считает политолог Александр Зимовский. До 1990 года Советский Союз в буквальном смысле слова кормил КНДР, причем, не только продуктами, но и военной техникой, в том числе и ядерными технологиями, естественно, исключительно в мирных целях, когда развалился Советский Союз. Северная Корея, потеряв подпитку, едва не умерла с голода. По различным данным тогда от недоедания погибло от нескольких десятков тысяч до трех миллионов человек на одной траве и идеях чучхи долго не протянешь. Однако КНДР поднялась именно на ядерных технологиях, создав собственное оружие, за счет чего заставила считаться с собой даже непримиримого врага в лице США. При этом еды в продуктовой корзине северокорейских граждан не прибавилось. Добыча морепродуктов, помимо риса, стала способом для выживания. Рыба лучше всего водится в российских водах тут и близко и полный невод можно зачеркнуть, и ограничения были минимальными. Чем Северная Корея пользовалась тоже ведь своеобразная гуманитарная помощь. Сейчас этот краник Москва решила перекрыть, ввести ограничения на вылов рыбы и даже продемонстрировала силовое влияние. Тут видится попытка оказания давления на Пхеньян, чья политика сейчас идет вразрез с интересами Москвы, в том числе по переговорам между США и КНДР, в которых Россия тоже хотела бы принимать участие. В общем, дело не только в рыбке. Новости Дальнего Востока. На Сахалине пьяные молодые люди напали на медиков скорой помощи. Регионы, если бы вовремя не зашумели.